Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. С вами я Пашки Ильич Анна и из этого видео вы узнаете о методах профилактики и борьбы с крестоцветной бложкой. Из шести видов крестоцветных бложек, которые встречаются на территории Беларуси, наиболее вредоносной является волнистая крестоцветная бложка. Это черные или синие жуки, мелкие 2,5-3 миллиметра, которые прыгают, которые зимуют в растительных остатках, в почве и появляются вместе со всходами крестоцветных культур. Если вы массово выращиваете крестоцветную культуру, например капусты, капусту белокочану, цветную, брокколи, также редис, редьку, дайкон, то в качестве сидератов следует применять не крестоцветную культуру, к которым относятся рапс и горчица, а какие-нибудь другие, например овес или фацелия. Когда мы меняем сидерат из крестоцветных на другие, мы сокращаем количество растительных остатков крестоцветных в почве и соответственно снижаем популяцию крестоцветной бложки в почве. Крестоцветная бложка предпочитает молодые растения, нежели более взрослые. Самое ее любимое растение это от момента всходов до возраста 3-4 недели. По этой причине в качестве профилактики можно использовать укрывные материалы на посевах крестоцветных культур, например укрывать посевы редиса, редьки, дайкона и других капустных культур с панбондом или агроволокном. Эти материалы хорошо пропускают и свет и влагу, они не препятствуют росту и развитию растений и физически предотвращают появление крестоцветной бложки на посевах. Растения, которые не любят крестоцветная бложка, это зеленые и пряно-ароматические, поэтому в качестве дополнительного профилактического способа против крестоцветной бложки можно использовать высев данных растений между крестоцветными, например высевать укроп, петрушку, розмарин, чабрец, исоп и другие растения между посадками капусты, между редиской, между дайконом и редькой. До этого я говорила о профилактических мерах, сейчас перейдем непосредственно к способам борьбы. Основными биологическими способами борьбы с крестоцветной бложкой являются опрыскивание и опудривание. В качестве опрыскивающих препаратов из категории биологических можно использовать октофит, он же октоцит, также октороцит, битоксибацилин. Опрыскивание следует проводить в сухую погоду, избегая яркого солнца, для того, чтобы пепараты успели сформировать защитную пленку на растениях. В качестве работающих биологических народных способов борьбы с крестоцветной бложкой следует использовать нашатырный спирт и столовый уксус из расчета 1 чайная ложка на 1 литр воды. Для более длительного действия можно применять березовый деготь из расчета также 1 чайная ложка на 1 литр воды. Но следует учесть, если вы будете употреблять редис, корнеплоды вместе с ботвой, то тогда березовый деготь вам не подойдет, поскольку он достаточно длительное время, до двух недель остается на зелени растений. Если мы говорим об опудриваниях, то тогда необходимо сказать о таких веществах, как табачная пыль и древесная зола. Их можно использовать как по отдельности, так и вместе из расчета 1 к 1. Опудривание можно совмещать с опрыскиваниями и тогда проводить его по влажной листве. Также в качестве способов борьбы с крестоцветной бложкой можно использовать химические препараты, но следует понимать, что у них срок ожидания от 30 до 60 дней. Поэтому, когда вы используете любой химический препарат, обязательно изучайте инструкцию и применяйте его в крайнем случае на сортах средне-позднего и позднего срока созревания, чтобы они успели выйти из растений. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго! Оставайтесь на канале Процветок!